Эта уютная и небольшая библиотека находится в сельском поселении Жаворонковская. Ежедневно ее посещают ученики местных школ, люди старшего поколения, одним словом, любители книг. Сельская библиотека имеет уникальную историю и существует уже давно. Библиотека на 30 лет октября появилась в 1968 году. Вообще раньше в Жаворонках были две библиотеки. На той стороне, на второй советской, основная была библиотека. И здесь еще для вот этого поселка 30 лет октября. Фонд у нас замечательный, книжки новые. Отдел комплектования комплектует нас очень хорошо, учитывая все наши пожелания и пожелания наших читателей, жителей поселка Жаворонки. Библиотека в Жаворонках постоянно пополняется книгами. А спокойная обстановка, созданная силами небольшого, но дружного коллектива, позволяет расслабиться и провести свое время с пользой. Мы стараемся и прививать любовь к чтению, и выдаче книг, и в то же время, ну как бы, типа КДЦ, потому что мы тут же проводим мероприятия с детьми, и работают кружки. Жизнь сельской библиотеки насыщенная. Несмотря на старое помещение, посещаемость заведения только растет. Здесь проводятся различные тематические мероприятия, мастер-классы, работают кружки. Я веду театральный, веду лечебную физкультуру. У нас есть лечебная физкультура два раза в неделю для бабушек, бесплатно. Мы с ними работаем, им очень нравится. Я специально подготовила программу, чтобы не навредить. Вот на этой небольшой сцене мы занимаемся, и зал используем иногда для соревнований. Мы выезжаем на соревнования. Два года подряд мы ездим в Дом культуры Солнечной, в Одинцово, и сражаемся с их командой. Особой популярностью среди юных жителей сельского поселения Жаворонковская пользуется театральный кружок. Маленькие актеры уже уверенно держатся на сцене и строят планы на будущее. Играю разные роли. Например, кота Базилио, Кощея Бессмертного, Лешего, Емелю. Я хожу на театральный уже три года, мы ставим разные сцены. Вот мы ездили на конкурс в Перхушково, мы заняли там первое место. Мне нравится здесь заниматься, потому что я хочу быть актером хорошим, нравится что-то учить наизусть, когда что-то надо рассказывать. Библиотека в Жаворонках представляет собой культурно-досуговый центр. Здесь можно отдохнуть и душой, и телом, например, прочитать интересную книгу или посетить бесплатный кружок. А сейчас идет подготовка к приближающемуся празднику – День пожилого человека. Анна Пряхина, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.